Всем привет! Рэмбо. Первая кровь. 1982 год. Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боли, погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране. Но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив унижений со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. В ролях Сильвестр Сталлоне, Ричард Крена, Брайан Денехи, Билл Маккини и другие. Режиссер Тед Котчев. Фильм снят по книге Дэвида Морелла «Первая кровь». Дебютный роман американского писателя был впервые издан в 1972 году. В последствии он стал бестселлером. Морелл решил показать войну как настоящий ад, навсегда разрушающий психику и характер человека. Его Рэмбо был не просто ветераном, а искалеченным войной человеком, который обезумел от пережитого и продолжает убивать, даже вернувшись домой. Когда Морелл работал над книгой, его жена купила яблоки сорта Рэмбо. Этот сорт был выведен в Швеции несколько веков назад в семье фермера Питера Гуннерсона Рэмбо. Мореллу очень понравилось название. В нем он чувствовал какой-то звук силы, и он решил назвать так своего героя. С шведского языка Рэмбо переводится как «Воронье гнездо», поэтому бывший военный получил позывной «Ворон». К слову, в книге у Рэмбо нет имени, Джоном он станет уже в кино. Права на экранизацию книги купила Columbia Pictures в начале 70-х, задумываясь сделать из него шумный и жесткий боевик. Но неожиданно картина угодила в производственный ад. Сценарии писались и переписывали с невероятной скоростью. Говорят, что в общей сложности его переписывали около 20 раз. Затем права перекупила Warner Bros. в надежде довести Рэмбо до кинотеатров. К тому времени вьетнамская война подошла к концу, и никто из студийных боссов не горел желанием делать коммерческое кино про войну. Сценарий на несколько лет отправился на полку, но успех картин «Охотник на олени» и «Апокалипсис сегодня» возродили к нему интерес. В итоге, после многочисленных споров, он оказался в руках двух независимых продюсеров, Марио Кассара и Эндрю Вайны, которые довели его до ума. В качестве режиссера они пригласили Теда Котчефа, который уже довольно давно снимал кино, но оставался незамеченным. Рэмбо могли сыграть Аль Пачино, Дастин Хоффман, Клинт Иствут и Джон Траволта. Вот причина их отказа от роли. Аль Пачино, прочитав роман, хотел изобразить сумасшедшего ветерана, поэтому кинокомпания отвергла его кандидатуру. Хоффман отказался от роли из-за жестокости и сыграл женщину в фильме «Тутси». Клинт Иствут сообщил, что занят. Джона Траволту не пустили ни в первый, ни во второй фильм серии, хотя тот мог стать одним из главных кандидатов. Говорят, тому виной был сам Сталлоне, он просто не хотел делить славу. Да и видел в Джоне соперника. По слухам, Траволта долго не мог простить ему, что тот увел у него роль, а потом снял в фильме «Остаться в живых», где сделал из него карикатуру на своих же персонажей. За другие роли также велась нешуточная борьба. Шерифа Тизла мог сыграть Роберт Дювал или Джин Хэкман, полковника Траутмана Ли Марвин или Кирк Дуглас. Дуглас же покинул съемочную площадку всего за несколько дней до начала съемок из-за разногласий по сценарию. Он хотел, чтобы фильм заканчивался, как и книга, смертью главного героя. Впрочем, и Сталлоне изначально отказался от этой роли. За 10 лет, что проект находился в производстве, у него появилась слава проклятого. Он прошел через множество рук, и никто не хотел за него браться. Но для Сталлоне начало 80-х было очень непростым временем в карьере. Он уже был звездой Голливуда, но помимо Рокки у него не было успешных картин. Сталлоне очень нуждался еще в одном суперхите. Когда ему повторно предложили роль, он все же согласился, но поставил условие. Сделать Джона Рэмбо более человечным персонажем, а не тем безумцем, которого описал в книге Морелл. После того, как фильм был уже снят, первый вариант картины актеру очень не понравился. По словам Сталлоне, это было так плохо, что он пришел в ярость. Актер хотел выкупить права на фильм и просто уничтожить его до выхода в прокат. Говорят, что изначальный хронометраж Рэмбо был около трех часов. Но потом в монтаж вмешались продюсеры и утрамбовали картину в 95 минут. В таком виде она и появилась в кинотеатрах. Много лет спустя Сильвестр Сталлоне на шоу Грэма Нортона признался, что «Первая кровь» это любимый фильм с его участием, в котором он даже спустя годы ничего бы не поменял. Так как фильмом в итоге занималась небольшая голливудская студия, а независимая королка, съемки решено было перенести в Канаду, чтобы удешевить производство. Снимали в маленьком городке Хоук зимой, и погода была не на стороне съемочной группы. Постоянно шел дождь и снег, задувал мощный ветер. Во время съемок в лесу из-за плохой видимости кинематографистам запрещали отходить друг от друга на большое расстояние. Заблудиться там было проще простого. Несмотря на плохую погоду и легкую одежду, Сталлоне умудрился ни разу не заболеть во время съемок. Из-за ограниченного бюджета многие трюки пришлось выполнять самим актерам. Так в одной из сцен Сталлоне сломал несколько ребер, но продолжил съемки. В некоторых кадрах актер не играет, а действительно страдает от настоящей боли. Досталось и другим актерам. Например, во время сцены побега из тюрьмы Сталлоне случайно сломал нос актеру Альфу Хамврису, ударив его локтем по лицу. Остаток съемок он проходил с пластырем на лице. Были и другие неприятности. Например, в один из дней кто-то угнал грузовик под завязку, забитый оружием, которая предназначалась для съемок. Говорят, что его так и не нашли. Из-за того, что съемки затянулись больше, чем на месяц, бюджет фильма вырос с 11 до 17 миллионов долларов. И это стало большой проблемой. У создателей не было таких денег. Плюс никто не хотел вкладываться в фильм со Сталлона, у которого была репутация неудачника. Но Вайна и Кассор каким-то чудом взяли кредит в банки, рассчитывая продать права на фильм еще до его выхода. Так и получилось. Первая Кровь произвела фурор на первых показах и окупилась еще до выхода в широкий прокат. В мировом же прокате Первая Кровь собрала более 120 миллионов долларов, попав в десятку самых кассовых фильмов года. Правда, перед этим создателям пришлось обрезать бюджет у Сталлона, заплатив только 2 миллиона долларов за эту роль. Хотя актер требовал 3 с половиной. Сошлись на том, что еще полтора миллиона актер получит, когда фильм будет продан на ТВ. В отличие от Рокки, Первая Кровь на награды не претендовала, и критики реагировали на нее по-разному. Кто-то с восторгом, а кто-то с отвращением. Однако картина оказала очень большое влияние на боевики тех лет и стала культовой. Знаменитый нож Рэмбо сделал мастер из Арканзаса, Джимми Лайла. Перед ним стояла цель сделать такой нож, который бы не ломался даже в самых экстремальных условиях. Он должен был быть длинным и острым, чтобы резать даже дерево. Водонепроницаемым, а также внутри него должны быть предметы первой необходимости. Спички и лекарства. На экране Рэмбо показывает не все возможности ножа, и у Сталлона была идея включить в картину сцену с убийством какого-нибудь внушительного животного. Кабана или волка. Но актера быстро отговорили, ведь на фильм могли ополчиться защитники природы. В итоге в картине есть сцена с охотой, но момент убийства остается за кадром. Несмотря на репутацию излишне жестокого фильма, в нем показано от одной до четырех смертей, что для типичных боевиков совсем не показатель. Всем врагам Рэмбо наносит лишь несмертельные ранения. Исключением стали помощник шерифа, который по собственной вине выпал из вертолета, и трое полицейских, которые взорвались в машине, когда преследовали Рэмбо. В то же время в оригинальном сюжете книги ветеран становится убийцей минимум десяти человек. У шерифа Тизла в офисе целый перечень медалей. Серебряная звезда, пурпурное сердце и крест за выдающиеся заслуги. Это указывает на то, что Тизл на войне проявлял исключительную доблесть и храбрость. Пулемет, которым пользуется Рэмбо, в сцене боя с Тизлом М-60. У нас в фамилии главного героя Джона Рэмбо стали называть людей, помешанных на военщине. Слово даже встречалось в некоторых советских фильмах. К примеру, в фильме «Паспорт» один из героев говорит другому. С предохранителя сними Рэмбо. Во время съемок не обошлось и без забавных казусов. Сталлона рассказывал, что в один из вечеров к нему пристала какая-то девица, которая притворялась его неистовой поклонницей. Они провели весь вечер вместе, но в итоге оказалось, что она с ним любезничала только из-за выпивки. Много лет спустя Сталлона включил похожую сцену с фанаткой в «Роке Бальбоа» 2006 года. Для фильма было снято несколько сцен, которые так и не вошли в окончательный монтаж. К счастью, их можно найти на просторах интернета. Одной из таких сцен стал эпизод, в котором Рэмбо вспоминает Вьетнам и своих погибших друзей. А когда действие возвращается в настоящее, герой плачет. В другой сцене полковник Траутман все же становится убийцей Рэмбо, как и было написано в книге. Но фактически Рэмбо покончил жизнь самоубийством, бросившись на пистолет. Были проведены тестовые просмотры, и оказалось, что зрителям такой финал не по душе. Его заменили, посчитав слишком депрессивным. Да и создатели все же надеялись в случае успеха картины снять продолжение. Так оно и получилось. Дэвид Моррел в книге убил своего героя, однако успех фильма заставил его снова взяться за перо и написать вторую часть, в которой Рэмбо чудесным образом оказывается живым и здоровым. А теперь я приведу вам несколько примеров, чем книга отличалась от фильма. В книге пещера, в которой находился Рэмбо, была наполнена летучими мышами. В фильме их заменили крысами. Это было сделано не просто так. Сталлоне до смерти боится летучих мышей. То же самое было и в фильме «Скалолаз», где летучих мышей добавляли с помощью компьютерной графики. Сцена, с которой начинается фильм, и где Рэмбо навещает своего боевого товарища, отсутствует в книге. В книге вертолет, преследовавший Рэмбо, взрывается, а перед этим Джон выстрелом из винтовки убивает пилота. В книге Тизел является участником войны в Корее. У него в кабинете Рэмбо видит медаль, которую можно увидеть в фильме на заднем плане. Позже именно этот факт, по мнению Траутмана, стал определяющим в противостоянии шерифа и Рэмбо. В фильме Рэмбо только ранит помощников шерифа своими хитроумными ловушками. В книге же эти сцены выглядят более мрачными и жестокими. Они все погибают от его рук, а мощный поток ливневой волны смывает их тела вниз с ущелья. В живых остается только Тизел, который убегает, а не был отпущен Рэмбо, как показано в фильме. После спасения в книге Тизел постоянно испытывает дискомфорт в области сердца. Ему хочется только протянуть достаточно, чтобы поймать Рэмбо. Даже Траутман просит шерифа отдохнуть, увидев его бледность. В фильме Траутман заявляет, что он лично готовил Рэмбо и курировал его действия во Вьетнаме. В книге же объясняется, что Траутман был начальником школы подготовки, а Рэмбо даже не видел его до этого момента, только слышал голос. В фильме почти полностью изменена концовка истории. В книге имеет место перестрелка в центре городка, в которой погибает Тизел, а Траутман стреляет в Рэмбо. А теперь давайте посмотрим, как за 40 лет изменились главные герои картины. Сильвестр Сталлоне, Джон Рэмбо. На момент выхода фильма актеру было 36 лет. Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 46 года. Сниматься начал в 70-е годы. С порнофильма «Итальянский жеребец». Кроме этого, до Рэмбо отметился в фильмах «Капона», «Рокки», «Ночные ястребы». Затем были такие картины, как «Кобра», «Танго и Кэш», «Скалолаз» и многие другие. Сейчас актеру 76 лет. В 2022 году задействован в двух проектах. Ричард Крена, полковник Сэмюэль Траутман. На момент выхода фильма актеру было 56 лет. Ричард Крена родился 30 ноября 26 года. Сниматься начал в 50-е, до Рэмбо отметился в фильмах. «Песчаная галька», «Дожди с темноты», «Звезда». Затем были такие картины, как «Левиафан», «Пришельцы», «Сабрина». 17 января 2003 года Ричарда Крены не стало. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актеру было 76 лет. Брайан Денехи, хериф Уилл Тизл. На момент выхода фильма актеру было 44 года. Брайан Денехи родился 9 июля 1938 года. Сниматься начал в 70-е, до Рэмбо отметился в таких сериалах, как «Чертова служба в госпитале Мэш», «Коджа», «Клу Грант». Затем выходили такие картины, как «Парк Горького», «Не кричи, волки», «Гладиатор» и многие другие. 15 апреля 2020 года Брайана Денехи не стало. Причиной смерти стал сепсис. Актеру был 81 год. Билл Маккини, капитан Дэйв Керн. На момент выхода фильма актеру был 51 год. Билл Маккини родился 12 сентября 1931 года. Сниматься начал в 60-е, до Рэмбо отметился в картинах. «Коломбо», «Избавление», «Старский хач». Затем были такие фильмы, как «Назад в будущее 3», «Зеленая миля», «Гордость и слава». 1 декабря 2011 года Билла Маккини не стало. Актеру было 80 лет. Джек Старретт, сержант Артур Галт. На момент выхода фильма актеру было 46 лет. Джек Старретт родился 2 ноября 1936 года. Сниматься начал в 60-е, до Рэмбо отметился в фильмах, «Рожденные неприкаянными», «Гонки с дьяволом», «Роза». Затем выходили такие картины, как «Команда А», «Охотник река». 27 марта 1989 года Джека Старретта не стало. Причиной смерти называется инфаркт. Актеру было 52 года. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот фильм. Смотрели ли вы его многочисленные...